Вот здесь, в пяти километрах от Грязовцева, в местечке Корнильево, находится ансамбль Корнильево-Комельского монастыря, точнее то, что от него осталось. Это объект культурного наследия регионального значения более чем с 500-летней историей. Долгое время монастырь был заброшен, да и сейчас не имеет собственника. Этим вопросом занялись областные власти совместно с прокуратурой, ведь пройдет еще совсем немного времени и Вологодщина может решиться еще одного памятника. Кстати, найти монастырь оказалось не так-то просто. Мимо Грязовца, свернув с трассы М-8 между деревнями Таллица и Корнильево, вдоль поля, около километра по бездорожью, исторический Грязовецкий уезд Вологодской губернии. В 1897 году этот монастырь выглядел вот так. За крепкой стеной здесь была колокольня, собор, несколько церквей, трапезная, корпус келий. Все это было разрушено в 30-е годы 20 века. Остались только стены трапезной, келий и намек на церковь. В 21-м, в 2003 году она выглядела так, а спустя почти 15 лет здесь уже руины. Здесь мы видим оставшуюся алтарную часть, трапезную, впоследствии часть входной группы памятника. Все они переделаны. Более поздние работы, которые здесь проходились, пробиты новые входные группы, прямо посреди стен некоторые из них. Сделаны новые проемы для окон, иногда посреди старых окон, иногда между ними. Это явно происходило где-то в 30-е годы 20 века, когда здесь, соответственно, существовали пеницитарные учреждения, тюрьмы. Очевидный архитектурный предмет охраны, вот он наличие стоит. Вот здесь видны заложенные проемы, как раз окон второго этажа, где они были старые. Корнилиево-Комельский Веденский мужской монастырь основан в 1497 году преподобным Корнилием. Поначалу монастырь был деревянным, в 1512 году был построен каменный. В середине 18 века он имел около 3000 душ-крестьян. В 1765 году у стен святыни был открыт источник минеральной воды, который приносил основной доход монастырю. Кстати, он сохранился до сих пор. В 1924 году монастырь закрыли, затем он был почти полностью разрушен. В нем был санаторий, позже здесь размещали интернированных польских военных. В годы Великой Отечественной войны немецких военнопленных. После войны монастырь стал тюрьмой, еще позже – психиатрической больницей. Судя по Венковым, крест служит местом поклонения, воспоминания о судьбе, соответственно, здесь содержавшихся военнопленных, в любом случае. Это отчасти может быть польских, немецких. Здесь содержались заключенные не только иностранцы, здесь были и наши последствия. Потому как историко-культурная ценность, она очевидно не только связана с монастырем, но и с последствующей историей в советский период. Корнилий-Кольминский монастырь – это один из центров православия. С очень интересной, своеобразной историей самого иночества здесь. То есть он представляет собой ценность как память места определенного, где мы можем вспомнить наших православных святых, представить себе определенную православную традицию. Историко-культурная значимость объекта никуда не ушла, она сохранилась. Быстрее всего в дальнейшем объект будет представлять собой некую смесь памятника архитектуры с достопримечательным местом. Здесь ярочные проемы есть, собственно говоря, есть и родная кладка, из которых мы можем вполне создать впечатление о том, что это объект архитектуры. Но значимость этого объекта, то есть по-прежнему ли он является памятником, либо это часть достопримечательного места в виде какого-то другого строения, с этим лучше разобраться сможет историко-культурная экспертиза. Опять же, когда речь зайдет уже о серьезном воссоздании здания, когда речь зайдет о проектной документации, это подлежит экспертизе, эксперты это все определяют до конца, досконально. При нахождении здесь желания у собственников, то есть исторически это, естественно, наша русская православная церковь, объект может получить второе рождение свое. Понятно, что у него есть статус, ему нельзя причинить вред, за это установлены определенные меры ответственности. Мы регулярно проводим работы по поводу того, чтобы изыскать возможности добром. Но, правда, только у нас такие методы воздействия, как у всякого учреждения, связанные с культурой, в основном гуманитарного характера, все остальное за силовыми ведомствами, понуждение, все остальное в этом плане. И если не срабатывает такая тактика, то тогда, очевидно, мы пользуемся помощью уже правоохранительных органов. Кстати, сами правоохранительные органы, а именно прокуратура области, нашли нарушения в содержании объекта и сделали предписание в адрес комитета о том, что госорган, зная о состоянии монастыря, не предпринял никаких мер. Но самое главное, что памятник архитектуры Средневековья бесхозный. С какого момента монастырь оказался заброшенным полностью, тоже не ясно. Обращения граждан непосредственно в прокуратуру области поступили в марте текущего года. Соответственно, надзорные мероприятия были организованы в апреле 2017 года. В ходе проверки установлено было, что охранные обязательства надлежащим образом оформлены не были. То есть, соответственно, за сохранностью никто не следил до настоящего времени. В связи с этим прокуратурой Грязовецкого района, в Грязовецкий районный суд было направлено исковое заявление об обязании администрации Грязовецкого муниципального района провести ряд мероприятий для принятия этого объекта в собственность и в дальнейшем обеспечить его сохранность. Помимо этого, прокуратуру области было установлено, что Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области никаких проверочных мероприятий не проводил. Вместе с тем, информация о неудовлетворительном состоянии, а можно даже сказать об аварийном состоянии объекта культурного наследия в Комитете имелось. В связи с этим, заместителем прокурора Вологодской области, председателю Комитета по охране объектов культурного наследия, было внесено представление об устранении нарушений закона, а также поставлено требование об организации, обеспечивающей сохранность объекта культурного наследия. В настоящее время меры прокурорского регирования находятся на рассмотрении, и результаты их состоят на контроле прокуратуры области. Как собственник объявится, у епархии возникнет права заявиться на этот объект, у этого собственника, на передачу ценности. Сейчас она не может заявиться, некому заявляться. Епархия не отрицает то, что она проявляет интерес к этому объекту. Понятно, что монастырей у нас на территории области предостаточное количество на сегодняшний день, но епархия развивается, не стоит на место, количество иноков растет, дойдут руки до этого монастыря, но я так предвижу. Здесь предопределить, что в этом месте снова возродится жизнь, возможно, главное сохранить его сейчас. Кто будет назначен собственником монастыря, решит суд, но скорее местным властям все-таки придется установить право собственности на бесхозяйный объект. А дальше самый ближайший, пока доступный путь, учитывая состояние монастыря, как минимум убрать мусор, разобрать завалы и законсервировать объект, чтобы предотвратить его дальнейшее разрушение.